Здравствуйте, это программа «Знаем русский». Квёлый. Звучит почти так же, как клёвый, но быть квёлым совсем не клёво. Квёлым себя ощущает каждый из нас, кто-то реже, кто-то чаще. Какой же всё-таки это? Квёлый. Нам расскажет Устюжание. Квёлый, значит больной какой-то, наверное. Не, не знаю. А можете предположить, от кого бы вы назвали Квёлым? Квёлый. Да. Неуклюжий. Вы когда-нибудь слышали слово «квёлый»? Нет. А можете предположить, что оно значит? Нет. Вообще ни разу не слышали? Нет. От какого человека вы бы назвали Квёлый? Господи. Вот сегодня я слышала, значит нездоровый человек, больной или нездоровый. Какой Квёлый? Спасибо. Или настроения у него нет. Квёлый? От кого Квёлым называют? Квёлый, что это такое? Квёлый. Типа больной? Квёлым называют слабое, вялое, хилое, болезненное существо. Филолог Антонина Смолина расскажет о происхождении этого слова. Слово «квёлый» или «кволый» встречается в словаре Владимира Даля в значениях «хилый», «слабый», «плаксивый», с пометой «южное», «западное», то есть как характерное для южных и западных голоров. Происхождение этого слова «фасмер» связывается словами «квелить», «тразнить», а также «квилкой», «обидчивый» или «плаксивый». К слову «квелить» у фасмера есть еще добавление, что слово «квеликти» встречается в украинском, в чешском оно значит «рыдать», «причитать», «завывать» или «стонать», а в польском схожее слово обозначает «охоть», «стонать». Таким образом можно сделать вывод, что слово «квёлый» имеет общеславянское происхождение и встречается в близких значениях во многих языках и наречиях. Что делает нас квелами? Тут виноваты не только плохая погода и мировые кризисы. Квелами мы становимся не только от болезни или тяжелого труда, но в большинстве случаев от того, что маемся от безделья. Ну а хороший способ отвлечь себя от праздности мы знаем все. Почитайте хорошую книгу. Это была программа Знаем русский. Я Максим Дятов.